И я вас категорически приветствую. Я соответственно тоже приветствую. Привет, Дима. Рад видеть. Симметрично. Мы давненько не встречались. Что у нас сегодня? Сегодня русская народная группа у нас будет. Назованием Юрая Хип. Урия Гип. Да. Которую все обожают. Она как-то каким-то особняком стоит, мне кажется. Все-таки. Потому, что все говорят о классическом уроке. У Ла Дзеппина был Black Sabbath. Юрая Хип. Отдельно. Не похоже. Хотя по популярности, по массовости, по любви народной... Я бы сказал, что July Morning не то что поспорит с лестницей в небо, а просто переплюнет на всяких танцах. Переплюнет. Нет. Лестница в небо. Чайл Дэн Тайм. Это мужские истории. Да. Ребята пошли на черный рынок, на толчок. Купили пластинку Дипеппу. Слушают. Алло. Я купил. Чайл Дэн Тайм. Слушаем. Приходи. А July Morning это танцы в пионерском лагере. Конечно. Девушки. Мегахит. Просто мега. Ну, вот когда у тебя знакомство состоялось с этим замечательным коллективом? Я жил на девятом этаже. А на четвертом этаже подо мной жил такой Серега. Серега уже помер, к сожалению. Царство ему небесное. И он мне выдал на послушать пленку. Пленка была на 375 метров. И на ней был записан кусок. Второй диск, по-моему. 1973 года. Который Юрай Эхип. Лайф. Где там джипси, magicians birthday. У них там солянка какая-то в конце Rock'n'Roll. Да-да-да. Благодарю. Просто срубило. Натурально. То есть концерт. Да-да-да. А первый был Look at Yourself. Я его купил. Диск. Мы покажем. Обложечка. Два глаза. Кусок фольги. Оказалось, что это песни, которые были на концерте в живом исполнении. А вот они вот такие. Ну... Так тебе скажу. Тяжестью натурально поражало. Меня в детстве учили на клавишах играть. С моей точки. Кен Хенсли там просто всем телом падал на клавиши. Да-да-да. Дойдем до этого. Чтобы клавишные задавали, так сказать, такую мощь. Они единственные такие. Слушай. А мне этот концертный альбом никогда не нравился почему-то. Юрай Эхип. Первый вот этот черный. Ты же понимаешь. Мы уже с тобой сто раз обсудили. Но кто первый раз смотрит, все равно повторим. Что вся музыка, которую ты слушал подросткам, она вся привязана к каким-то жизненным событиям. Измерению длины полового акта, например. Как сказал один мой знакомый, сказал замечательную фразу. Отличить хорошую музыку от плохой очень просто. Хорошая музыка это та, которую ты любил, когда был тинейджером. А плохая музыка это та, которую слушают современные тинейджеры. Да. Никаких сомнений. Хотя эта пластинка считается одним из лучших концертных альбомов классического рока за всю историю. Ну, хороший. Там есть десять, двадцать, пятьдесят альбомов лучших концертных. Она считается одним из. Хотя, мне кажется, вообще неинтересно. Почему-то. Я замечу, что я по-прежнему, если и слушаю, то слушаю только тот диск, который слушал в детстве. Остальные, где там Sunrise и прочее, это мне неинтересно. Я люблю. У Юра Ахип около двадцати концертных альбомов на сегодняшний день. Я только один вот этот знаю. То есть, их больше, чем номерных. Круто. И масса сборников. Еще у них дискография, конечно, будь здоров. И денег они все зарабатывают до сих пор прилично. Молодцы. Молодцы. Все. А началось-то... Ну, и завершая такие хиты, как July Morning, Easy Living. У нас на каждой дискотеке играло. Всегда просто. В пионерском лагере это было все. Это были песни номер один, конечно. She came to me one morning. Это задрало всех настолько, что вообще невозможно. А сколько русских вариантов текста этой песни существует? Да. Мегахиты. Поймали Карвалана. Луиса Карвалана. Луиса Карвалана. Луиса Карвалана. Нашел я тебя. Чилийского вождя. Да. Нашел я тебя босой, паршивой, безволосой. И всю ночь тебя в порядок приводил. Очень смешно было. Ну, что? С чего начать? Сначала. И пойдем до конца. Сначала это Клифф Беннетт. Такой английский певец. Рок-н-ролльщик интересный. Достаточно с очень бочным голосом. Дружил с группой The Beatles. Они ему подарили даже песню. You get too into my life. И он ее записал. Маккартни ему помогал. Он выпустил сингл. И вообще у него была группа своя. Называлась как-то она Rebel Rosers. Роузерс, по-моему. Роузерс. Это какие-то хулиганы. Или жулики. Роузерс. Безобразненькие. Беспредельщики. Безобразненькие. Бунт хулиганов. Бунт беспредельщиков. И играли такой ритм-н-блюз. Традиционный для Англии. С уклоном в эстраду. Ближе к Клиффу Ричарду. Что-то такое. И все шло неплохо. Неплохо неплохо. А потом стало как-то не очень. У них. Хотя Клифф Беннет. Он хороший вокалист. Он хотел такой большой состав. С дудками. С мощным. Чтобы это пробирало. Но что-то не складывалось. И дружил он с Кеном Хенсли. Молодым пареньком. Который хорошо играл на гитаре. Как неудивительно. И на клавишах иногда. Играл в группе под названием. Не больше не меньше как боги. The gods. Была такая группа. The gods. Боги. Скромно. У меня была пластинка этих самых богов. И единственная песня, которая осталась в памяти. Это что-то. Kendall's getting shot. Такая. Сгорая плачут свечи. Ну, такая. Да. И музыка соответственно такая. Kendall's getting shot. Ля-ля-ля-ля-ля. И Кен Хенсли там играл. И пел. И там же играл Ликерс Лейк. На парабанах. Группа The gods называлась. Клифф Беннет. Поговорил с Кеном Хенсли. И сказал, что что вы боги. Такие боги. Боги. Что-то у вас тоже не прет. Что-то вот эти свечи. Ля-ля-ля-ля. Давайте сделаем крутой бэнд. И они сделали крутой бэнд. Эти самые боги переименовались в коллектив под названием Toe Fat. И вышла вот такая пластинка. Я смотрю и понять не могу, что это такое. Toe. Это... Это типа палец. Палец, да. Толстый. Толстый. Большой. Отвратительная обложка совершенно. Омерзительная. Вместо башки. Да. И надо быть, конечно, совершенно отчаянным и упертым человеком. Чтобы рассчитывать... Это идиома какая-то. Я не знаю. Нет, я не думаю. Не думаю. Это такой просто... Как сказать повежливо... Выпендреж. Вежливо так. Выпендреж. Надо быть, конечно, отчаянным весьма человеком. И всей группой, чтобы рассчитывать на коммерческий успех в Англии в 1969 году с такой обложкой. Потому, что... Кавер-дизайн. Гипнозис. Это что... Так это видно... В группе Pink Floyd. Невооруженным глазом. Да. Видно. Такая шизофрения. Только гипогнозис. Ну, и... Кен Хэнсли и Ликерс Лейк. Те же самые боги. Только под другим названием. Но там не только Кен Хэнсли и Ликерс Лейк. Там еще есть замечательный человек. Которого здесь зовут Джон Конос. Бас-гитара и вокал. Джон Конос. Хотя, на самом деле, это Джон Гласкок. Бас-гитарист. Который после той и фэт уйдет в группу Джет Ротал. И очень хорошая пластинка получилась. Несмотря на отвратительную обложку. Я до сих пор ее слушаю. И она просто одна из лучших, наверное, записей британского такого умного, тяжелого, прогрессивного рока 1969 года. То есть, там... Хэнсли здесь играет на гитаре, кстати. Вот он здесь, как гитарист, весьма и весьма блеснул. Хотя, никаких чудес не показывает. Но там с фидбэком, со всеми делами. Все приемы гитарные того времени он освоил технически. И вполне себе хорошо играет. А поет Беннет. Мощным голосом. Очень тяжелый прогрессив. Несмотря на то, что короткие песни. Но они очень аранжированы. Они сделаны. Они отточены. Потому, что у Беннета такая эстрадная все-таки школа. А эстрадная школа, она чем хороша? Там нельзя фальшивить. Там все очень чистенько. И в результате здесь вот эта чистота Беннета. Такой перфекционизм. И тяжелый рок. И все это вместе. Все это очень умно. Здорово. С ревущими клавишами. Хотя играет не Хэнсли на клавишах. Но тем не менее. Ну, и вторая пластинка уже, что называется, для комплекта Туэфэт. Где уже нет Хэнсли. Потому, что он ушел в ансамбль, о котором мы сегодня будем... Который мы сегодня будем демонстрировать. Мы говорить о нем особо не будем. Что это такое? Опарыши какие-то, нет? Это какая-то совсем уже билиберда. По обложке. А по музыке она может быть даже интереснее, чем первый альбом. Какую-то курицу доедает. Ну, какие-то, да. Объедки. 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 Вот. Хотя... Голоскок здесь еще играет. Джет Ротал еще не состоялся для него. Скоро состоится. Ну, очень хорошие пластинки. Туэфэт очень... Надо изучить. Рекомендую. Хотя они достаточно редкие. Несмотря на то, что это переиздание уже новодельное. А оригинальные стоят каких-то невероятных денег уже. И первопресса их покупать. На самом деле, музыка хорошая. Но не настолько, что платить за нее там 500 евро. Там 700. За оригинал. Можно обойтись и новоделами. Вполне. К Кену Хенсли подъехал такой паренек по имени Джерри. Джерри по фамилии Бронштейн. Джерри. Бронза. Который Брон. Который стал потом Брон. Уже тогда он стал Брон. Его папа занимался музыкальным бизнесом. Сейчас бы Троцкого звали, наверное. Тро. Тро. Лев Тро. Лев Тро. Лео Тро. Да. Да. Вот. Этот самый Бронштейн. Да. Я сказал, что папа у него занимался музыкальным бизнесом. Тоже. И Брон решил продолжить дело папы. Поскольку оно достаточно прибыльным оказалось. И пошел в эту сторону. Стал продюсировать хороших очень музыкантов. Таких, как Марк Лейбовец. Знаешь такого? Да все знают, кто такой Марк Лейбовец. Я только фотограф. Абсолютно все знают. Из ЮАР паренек. Манфред Манн? Да. Из Йоганнесбурга. Замаскировался. Паренек из Йоганнесбурга по фамилии Лейбовец. Он же Манфред Мэн. И спродюсировал не пластинки его, а несколько синглов. Которые вошли потом в пластинки Манфреда Мэна. Пять первых альбомов Манфреда Мэна я их принесу потом. Они очень... Не слышал ранее. Вот эти Манфред Мэн. Я ровно один знаю. Про Соловьев и бомбардировщиков. И недавно я узнал, что главная песня... Оказывается, ее сочинил Боб Дилан. Брюс Прингсон сочинил. Извините. Какую ты имеешь в виду главную песню? Какую песню? С маразматиком разговариваешь. Не забывай. Систи-найн. Систи-три. Я тоже ничего не помню на самом деле. Уже давно. Долгие годы. Главную песню я имел в виду... Соловьи бомбардировщики. Я тоже забыл. Она про какой-то выезд на пьянку. Где все выехали на пьянку. Да-да-да. Это Блю Спрингсон. Это Блю Спрингсон. Вообще все главные хиты Манфреда Мэна... Это песни Спрингсона. Как все замешано. Спиритс Ин Де Найт. Да. Точно. Это Спрингсон. С первого альбома Спрингсона. И с первого альбома Спрингсона там три песни взятые Манфредом Мэном. Которые входят в альбом Соловьи бомбардировщики. И следующий альбом... The Rolling Silence. Blinded by the Light, например. Знаменитая песня. Тоже Спрингсон. Это для пластинки полезно название. Обычно это Rolling Thunder. Раскатистый гром. А тут Rolling Silence. Раскатистая тишина. Да. И Спрингсон был не в восторге. Насколько я знаю. От версии Манфреда Мэна. Нас всех перло. Нас перло. Потому, что пафосные такие. С клавишами. А у Спрингсона они все рассвингованные. Не то чтобы джаз-рок. Но такие очень живенькие. Все эти песни. Я люблю Спрингсона. Как ни странно. Мы остановились на Джерри Броне. Который занимался Манфредом Мэном. И рядом других исполнителей. В том числе фантастической совершенно группой. Которую тоже я принесу. Потом Colosseum. Джаз-роковый бэнд. Невероятный. Где пел Крис Фарлоу. Мой любимый вокалист. Это вообще. Это ядерная смесь просто. Из джаз-рока. Фьюжн. Тяжелого рока. Блюза. И фантастической гитарной игры. Невероятный просто. И с атомным голосом Фарлоу. Там такая сирена. Ух. Вот Джерри Брон им занимался как раз. И начал завлекать. Понравился ему Кен Хенсли. Как... Ну, они дружили просто. Как-то общались. И тоже, так сказать, предложение не блещущее оригинальностью. Давай сделаем крутую группу. Заработаем миллион. Как в этом фильме итальянцы в России? Я не помню. Героя Миронова как там звали? Не помню. Петя, Сережа, Саша. Андрюша, ты хочешь заработать миллиард? Андрюша, ты хочешь заработать миллиард? Да! С таким же предложением подкатил к Хенсли. Хенсли сказал, да, конечно. Конечно. И появилась группа под названием Спайс. То есть, Специя, по-нашему. Специя. Которую организовал Микбокс. Гитарист. И его знакомый... А, Пол Ньюман. Бас-гитарист. Пол Ньюман. Да. Который потом в Вероихе поиграл довольно долго. И то ли приятель, то ли какой-то дальний родственник Ньюмана Дэвид Гаррик. Который Байрон потом стал. Потому, что ну, Гаррик какой-то. Че Гаррик? А Байрон? Другое дело. Хочется сказать, бля. Конечно. Я барон, бля. Вот. Не просто там какой-то хрен собачий. Вот. И Хенсли. И появилась эта группа Спайс. Которая играла так себе. Где-то, где-то, где-то. А занимался ей на тот момент времени даже не Брон. А занимался еще папа Пола Ньюмана. Который эту группу пытался как-то пропихнуть, пропихнуть, пропихнуть. В результате до клуба Марки знаменитого, где они стали выступать. И там уже Брон взял, так сказать... Заслуживает внимания. Да. Это уже с Хенсли тем более все сложилось. И давай, давай, давай. И если бы не Брон, конечно, мы не знаем, во что бы это все вылилось. Потому, что для того, чтобы появилась группа, нужны деньги. Я, к сожалению, это знаю по себе уже. И все это знают. Либо ты играешь как группа Чаев. Например, 15 лет просто играешь. А потом уже выходишь на большую сцену. Или как группа Аквариум, которая тоже 15 лет играла. И никому не была нужна. За 3 копейки. Нет. Была нужна... Там в каждом городе 100 человек ее знал. И студентов. И больше никто. Либо такой путь. 15 лет ты играешь просто так. А потом становишься знаменитым. Либо появляется менеджер какой-то, который вкладывает деньги хотя бы в запись альбома. Потому, что это все недешево. И тогда уже что-то там пойдет быстрее. Два варианта. Можно бесплатно, но долго. Можно быстро, но дорого. И появилась замечательная пластинка. Конечно. Прекрасная. 1970 год. Я так понимаю... Мы все называли ее по молодости very heavy, very humble. У меня такое ощущение. Да. Это разговорная форма. Отличная совершенно вещь. Одна из моих, наверное, любимых у Юрая Хип. Хотя критики ее раскритиковали, разругали по полной программе. И знаменитое высказывание одной из журналистки журнала Rolling Stone о том, что если эта группа станет популярной, я покончу с собой. Гадина какая. Небось не сдержалась. Другая версия была у Сева Новгородцева. Что там было сказано, я съем свою шляпу. Ну, я не знаю, какая из этих версий правильная. Но ни та, ни другая не состоялись. Потому, что группа стала популярной. Критик остался жив. Или женщина-критик. Я не знаю, кто там конкретно эту фразу знаменитую сказал. Джипси. Прекрасная. I was only seventeen. Да. Вообще очень хорошая пластинка. Джипси просто хит, который до сих пор играется на концертах. Группа Юрая Хип. Тут и Хенсли развернулся. Начало ломовое совершенно с этих аккордов. На Хаммонде. Как ты сказал, когда ложится человек на него. Он не ложится. Там перегруженный Хаммонд. Очень модный был звук. Перегруженный по звуку. Почти как гитарный перегруз на Хаммонде. Очень модный был звук. Его все использовали практически. Включая группу The Soft Machine. Которая играла джаз-рок с таким же перегруженным органом. И Хаммондом, и не Хаммондом. И другими клавишными. Но вот такой зверский перегруз на клавишах. Он Хенсли здесь выдал по полной. И отличился в партиях. Потому, что никакого билиберды. То, что называется, из-под волос. Не было. Все по-честному. Сильно, мощно и хорошо. Хорошо. И что бы я тут выделил? Конечно, Джипси. «Locking on my shadow» песня. Дурацкий совершенно номер. «Come away, Melinda». Вот выпадает. Да. Такие сопли с сахаром как-то непонятно. Кажется, не они сочинили. Это не они сочинили. Это кавер. И там какой-то антивоенный текст. Который Хенсли очень любил. Как борец за мирное существование всего человечества. И из-за этого текста они эту песню и взяли. Которая совершенно выпадает. Как-то странно. Но самое главное, что здесь выпадает, это совершенно невменяемое полотно по названию «Люси Блюз». Который написал бокс на стихе Байрона. На стихе Гаррика. Гаррика. Я бы сказал. Потому, что это «Люси Блюз» ужасное совершенно полотно. Это как бы попытка сыграть блюз. Но настолько неудачная. Настолько какая-то нелепая. Вот что выпадает. Даже «Камуэ Мелинда» пускай будет. А вот это «Люси Блюз» какое-то странное недоумение вызывает. Это что вообще такое? Парни искали себя. Это что вообще такое? Это парни искали себя. Но они себя нашли уже и в «Джипси», и в «Walking in my shadow». И хорошо. И вся вторая сторона прекрасная. «I'll keep on trying» и все прочее. А какого хрена этот «Люси Блюз» здесь? Ну, с другой стороны, это 70-й год Англии. Там все любили блюз. Все играли блюз. И группа, которая не играет блюз, это вообще не группа. Поэтому вот. Что получилось, то получилось. Но зато «Джипси» и «Walking in my shadow» и прочее, слава богу, этот ужас «Люси Блюз» они как-то нивелировали. И все было неплохо. Пластинка очень мощная, очень хорошая. Отличная. Ну, и пошло дело дальше. Вот эта вот прелесть. Это рубило на повал. Это рубило на повал, да. Ну, в общем, не знаю. Здесь, если по-честному, мне... Вот песня «Парк», как бы она мне нравится. А вот полотно под названием «Солсбери», собственно говоря, оно какое-то такое... Непонятное. Ужасающее. Ну, «Lady in black», оно, конечно... Тогда все были склонны к большим формам. Надо что-нибудь минут на десять забомбить. Ну, да. То есть, если группа хочет стать знаменитой в 70-м, 71-м году в Англии, то она должна играть, конечно. Я их, кстати, не видел никогда. Не этот, не этот. В смысле? Ну, сами альбомы, так сказать, в обложках. Что они открываются вот так, а не вот так. Первый раз вижу. А на первом альбоме, кстати, играл барабанщик Элтона Джона. Найджел Олсен. И внутри танчик едет. К чему танчик, я не понял. К чему «Солсбери». Слушай, ну, это какой-то бред вообще. Не имеет отношения, так сказать. Ну, это антивоенные эти происки Кена Хенсли, видимо, здесь тоже сработали. Первая композиция под названием «Bird of Prey». Это ж вообще. Это ж вообще. Рубило на повалку. Это хит. Мощный. И «Bird of Prey» отличная. И «The Park» отличная. Все сам Хенсли написал. «Time to Live» не очень. «Lady in Black». Ну, «Lady in Black»... Вне конкуренции, да. Ну, и на второй стороне «High Priestess» это «Верховная жрица». И «Soulsbury». Эти... Ну, тут еще смотрю. Ну, в моем личном топе, если кому-то интересно... Опять-таки, мы о чем... Мы же свое мнение тут высказываем. Да. Только. Ну, на мой личный взгляд, это, конечно, пластинка так себе. Прямо. Прямо. Ну, «Lady in Black». Да. Ну... Я не скажу, что я в восторге от этой песни сильно. Когда мне было 15 лет... 14. Я ее слушал с удовольствием. Сейчас я ее просто как бы... Первая песня прекрасна. Просто «Bird of Prey». «Bird of Prey». Да. Тоже до сих пор играют на концертах ее. Тоже до сих пор играют. Потому, что... Мощняга такая. Очень хит. Найджел Уолсон уже ушел отсюда. Обратно к Элтону Джону. Потому, что там... Это все-таки начинающая группа молодая. Хоть и популярная. Хоть уже они и в Америку съездили. На самом деле. Выпустив вот этот самый Солсбери. И Брон их возил. И деньги они зарабатывали. Но все равно это такое непонятное будущее. Элтон Джон это уже Элтон Джон. Он уже был Элтоном Джоном. И уже там было все понятно. Поэтому Найджел Уолсон туда отвалил. И барабанщик здесь... Вообще через группу прошло какое-то безумное количество музыкантов. Через Юрая Хип. И всех их... И не упомнишь. Только упертый фанат какой-то может... Я вот записал даже как тут менялись барабанщики. Кит Бейкер такой некий сюда пришел. Отработал один альбом и тоже ушел. В общем тут написано, что просто обложка никто не знает. И всех постигло страшное разочарование. Они сами не понимают о чем это. Ну, я думаю, что это Хенсли инспирировал вот эти военные штучки. Они же тире антивоенные. Ну, это всегда давало чудовищную пищу для размышлений. Что бы это значило? Ты врубаешься, не врубаешься вообще. Ну, и тут уже пошла тяжелая артиллерия. Да. Дальше пошла тяжелая артиллерия. В том же самом году, что из Олсбери они выпустили вот эту чудесную пластинку. Да. Это то, об чем говорили. Два глаза. Look at yourself. То есть, посмотри на себя. И кусочек фольги, в котором ты на свою страшную ружу можешь посмотреть. Да. И она всегда мятая, эта фольга. Потому, что так или иначе, даже в процессе производства она уже не очень ровная. Поэтому лицо получается ужасным. Как бы ты красив не был, глядя на пластинку Юрая Хип, ты будешь выглядеть ужасно. Ну, и тут вот я бы так сказал. Что вот здесь этот Джулай Мунин выбивается, так сказать, из общего. Она лирическая, не такая. А все остальные, они вот с моей точки зрения одинаково хороши. Они настолько все суровые. Они суровые, да. Они все суровые. Джулай Мунин, конечно... Не знаю даже, что сказать. Крутой. Крутой был, да. Крутая песня, да. Крутая песня. И... Я не могу сказать, хороша она или плоха. Вот, что я бы хотел сказать. Она невероятным образом аранжирована. И тот же самый наш любимый, все это знают, Манфред Мэнс здесь сыграл Соло на мини-Мук синтезаторе в Джулай Мунин. Как тесен мир. Слушай. Как тесен мир. И Байрон себя проявил как мастер фальцета. Невероятно. Он... И как не пытается Бернишау повторить сейчас... Нет. Мы раскритикуем тут одну пластинку, которую я принес. Где Бернишау там, так сказать... Как он не... Хороший, да, вокалист, все, артист, прекрасный Бернишау. Но до Байрона, конечно, как до небес ему. В смысле исполнения вот этих песен классических. Там свои, новые уже там, да. Но там совершенно другая история. Но первая песня Look at Yourself. Вообще это убойная совершенно. Убойная. Просто сбивает с ног. Я услышал первый раз эту песню, когда пришел в гости к одному из главных хиппи нашего города Гене Зайцева. Гене Зайцеву. И он включил магнитофон. Как врубил вот этот Look at Yourself первую песню. Меня в диван вот так вжало. Гена, что это такое? Нифига себе. Блин. Да. Love Machine очень классный. Рок-н-ролл такой, я бы сказал. Не то чтобы рок-н-ролл, но чистый ракешник. Здесь они как-то вот... С одной стороны, мы прогрессив такой. Мы такие умные. А с другой стороны, мы все-таки рок-группа. И Love Machine мы тут выдали... Долбили знатно. Это я слушаю целиком. Это мне сильно нравится. А я вот эти полосинки целиком не слушаю. Хотя все... Все их имею и люблю. И особенно вот эту. А тут... Это был для меня удивительный момент. Когда люди поют песни. Называется... Демоны и колдуны. Визард это волшебник. Но не совсем... Волшебник. Ну, я не знаю. Может быть... Мне тоже это странно. Мне странно, когда взрослые люди, например, взахлеб обсуждают Толкина. И смотрят это кино. Должно зацепить. Про Властелин колец. Когда? По молодости? По молодости, наверное. Наши-то люди, они по молодости этого не читали ничего. Поэтому... Они уже в возрасте 30 плюс смотрят Толкина. И как-то так всерьез это все... И читают. Обсуждают. А какой перевод лучше? Там вот издательство... Все плохие. Я тебе так скажу. Все плохие. И они сравнивают. А ты читал это. А я куплю другое издание. Куплю... Про Кольца вот эту историю. Я не знаю. Я не осилил ни разу. Я несколько раз подходил к этой книге. И я не смог ее... Ну, да. Ну, да. Козленочек не пей из копытца. В смысле... Козленочком станешь. Ну, я... Ё-моё. Я это все... Когда мне было пять лет, мне бабушка читала это все. Все проехали. Да. Ну, это... Однако вот... И слава богу, что я плохо знаю английский язык. Содержание слушать не надо. Я тебе как знающий относительно... Не надо знать про эту песню. Это только портится. Да. Я бы, наверное, никогда не стал слушать этот альбом. Если бы я понимал, о чем здесь вообще идет речь. Но сейчас немножко понимаю. Потому, что почитал уже тексты. И все. И как-то для себя перевел. Ну, конечно, как песню это воспринимать. Вот это вот. Вот эти вот... Про волшебников-колдунов как-то... Тем не менее, если никогда не слышали, включайте песню Wizard. И начинайте слушать. Песня прекрасная. Музыка великолепна вся. Поет отлично. Играют ловко. He was the wizard of a thousand kings. А ударник опять ушел здесь. Ударник опять другой. Опять другой. Ударник из группы Crissida. Прогрессив-роковая такая группа английская. Очень хорошая. У них, по-моему, два альбома всего. Кирслейк. Нет. Кирслейк. Герри Зейн появился на бас-гитаре. Которого током било где-то. Я помню. В журнале Ровесник читал. Кирслейк пришел сюда. Да. Но начинал пластинку здесь Ян Кларк. Этот самый из Crissida. Вот. И он даже сочинил какую-то одну из песен здесь. Этот самый Кларк. А потом пришел Кирслейк. Вот Wizard как раз и сочинил. Да. Потом уже пришел Кирслейк. Старый приятель Хенсли. Совместный рабочий. Собственно говоря, Хенсли его и привел. И сложился вот этот уже замечательный наш классический состав. Можно сказать. А что касается песен. Здесь моя любимая это The Spell. Последняя. Да. То ли из трех, то ли из четырех частей она. То есть, как считать. Причем я когда слушал ее в магнитофонных записях. Когда еще не было у меня пластинки. Я слушал. И мне казалось, что это три разных песни. Что это не одна песня The Spell. А это три песни какие-то. А дай переписать название песен The Spell. Не хватает. Мало песен. Там же их больше на записи. Для тех, кто не слышал никогда Demons and Wizards. Послушайте. Действительно. Ощущение такое, что The Spell монументальное полотно. Финальное. Как будто там три разных песни идут. Причем там даже пауза есть в конце. Когда переход на такой веселенький финал. Какой-то вообще отдельный номер. Отличное. Wizard. Easy living. Traveler in time. Circle of hands я не люблю. Единственная вещь, которая из этой пластинки выпадает. Это easy living. Она вообще не отсюда. Какая-то не такая. Она не отсюда вообще. Вообще не из этого альбома. Хотя Хенсли говорил, что многие считают этот альбом концептуальным. А он никакой не концептуальный. Это просто набор песен. Которые появились. Разные песни. Совершенно его сложились в одно. И получилось такое монументальное произведение. Но вот easy living это как раз и подчеркивает слова Хенсли. Что совершенно песня вообще не отсюда. Она не вяжется ни с тем, что до, ни с тем, что после. Ни с The Wizard. Ни с Spell. Но забойнейшая. Просто забойнейшая. Как у группы Deep Purple Black Knight примерно. Такого же масштаба и калибра. Очень красивая вещь. Но от нее можно немножко устать. Она коротенькая. Она коротенькая, но она уж слишком красивая. Слишком красивая. Слишком пафосная. Слишком прекрасная. Слишком прекрасное, как один мой знакомый, я, по-моему, эту историю рассказывал, пришел в гости, его пригласили на обед, друзья, и рассказывал, да, сидят, обедают, едят суп, в музыкальном центре играет Моцарт, они едят суп, едят, потом горячее, значит, пошло, этот мой знакомый слушает Моцарта, наворачивая мясо, и говорит, слушайте, может быть, включите что-нибудь, багажи, потому что как-то ну, совсем, нельзя ли что-нибудь в багаже поставить, так прекрасно, да, все, я понимаю, ну, как-то, и вот эта пластинка, она тоже, она, безусловно, прекрасна, волшебна и красива, ну, может быть, что-нибудь в багаже хочется, ну, багаже тут пришло в следующем альбоме. Да, это Magicians Birthday, день рождения волшебника, вот Magician, это волшебник как раз, а тот колдон, да, это тот же состав. Ну, это уже тот состав, который надо состав. Что это такое, тоже понять никто не мог, что это такое на обложке нарисовано, ну, тут тоже все прекрасно, вот его я тоже только целиком воспринимаю, нету тут никаких отдельных, чтоб меня вот так штырило. Гарри Дэйн, да, на басу, который пришел уже на Demons and Wizards, который долго довольно... Не очень долго, но плодотворно проработает басист с Юра Ахип, а Пол Ньютон ушел, кстати говоря, была разборка с Джерри Броном, про Брона вообще разное говорят, с одной стороны Брон, он сделал очень много прекрасных альбомов, в том числе Колосиум, про который я говорил, в том числе лучшие альбомы Юра Ахип, практически, это детище Брона, конечно, если говорить о продюсере. Но что-то там было не то, и были какие-то разборки между папой Ньютона, который вытащил эту группу с самого начала и Броном, потому что папа-то вложил тоже денег немало в этот коллектив. И начал с Брона требовать немножко поделиться, как-то возместить затраты, но Брон его послал, возникли нехорошие ситуации, и в результате чего Пол Ньютон ушел из группы, это после Look at Yourself как раз, и пришел Гарри Дэй, замечательный парень, ну, наркоман, а кто не пьет, назови. А кто сейчас не пьет, назови. Модно было в то время эта штука. А группа уже все. Вот этот самый Магишин Звезды на волне фантастического успеха Демонс энд Визорс, это вторая часть размышлений про колдунов и всяческих волшебников. Хотя тут и Spider Woman, и Blind Eye, они тоже, в общем, Sweet Lorraine. Немножко они в рок в чистый такой уходят от этой красоты. Ну, и потрясающий, конечно, заглавный The Magicians Birthday с диким соло, гитарным Мико Боксер. Она хороша. Десять минут слушать нескучно. Она тоже из разных частей, но в отличие от Despell, эти все разные части, они все склеены. Они все идут все-таки как одна песня, не как три разных там или четыре как-то. Там я первый раз услышал это Happy birthday to you. Happy birthday to Magicians. Сильно удивился, когда оказалось, что это из другого. Да-да-да. Ну, и все. И пошли уже настоящие деньги, уже настоящая слава, уже настоящая, просто настоящая рок-группа. Байрон стал бухать уже по-настоящему сильно. Гарри Дэйн уже кушает наркотики. Группа стала уже настоящей рок-группой. Не просто парни собираются в студии и неистово репетируют. А уже можно и выбить. Живут полной жизнью. Все хорошо. Я бы еще акцентировал немножко, что кроме мощнейших клавишных, у них еще и такие готичные хоралы фактически. То есть, хоровое... Слушай, про хоралы я как раз хотел сказать на Demons and Wizards. На альбоме, конечно, желательно слушать на хорошей аппаратуре эту пластинку, потому что там хоралы прописаны невероятным образом и они прописаны очень правильно. Они звучат не в стерео раскладке хоралы, а они звучат ближе дальше. На музыкальном центре этого не услышишь, а когда на приличной, более-менее, даже не хай-эндовская хай-файная аппаратура, нормальная какая-нибудь человеческая, даже какой-нибудь техникс хороший. Хотя это, конечно, уже все такое подростковое, но если качественная хай-файная аппаратура, там уже читается вот эта правильная запись, когда хоралы дальше, инструменты ближе. То есть, не так вот музыка уже воспринимается, а уже вот так, пространственно. Это звучит очень круто. Там с голосами работа потрясающая. На Demons and Wizards и дальше, собственно говоря, вот эти приемы они использовали. Но это уже, так сказать, это уже мастерство записи, мастерство музыкантов в том числе, потому что они в студии тоже принимали участие в продюсировании. в раскладке, в картинке музыкальной. Очень здорово. И мало кому на самом деле это удавалось. Это удавалось Beatles в свое время. У Queen там немножко по-другому. Там как-то более линейно все, более в стерео уходит. А вот этой глубины там она бывает, но не так часто. А вот на Demons and Wizards это эталонный альбом в смысле вот этого пространственного звучания. Это может какой-то хитрый звукооператор? Там уж не Alon Parsons? Да нет. Это многие делают. Мало кто на это обращает внимание просто. Надо озадачиться в студии. Сказать, давайте сделаем так, чтобы это было вот так. Вот так. Здорово. А следующая пластинка ее почему-то тоже критики не взлюбили. Она не очень хорошо продавалась. Хотя продавалась. Будь здоров. Одна из моих самых любимых. Может быть потому, что я ее услышал... Sweet Freedom. Stealing. Мега-хит. Fighting killing. Wine and Women. На мой взгляд, здесь вообще все хиты. Есть. На мой взгляд, тут вообще нет. Нет. Ни хитов. Хорошая. Очень крутая штука. Ну, я ее услышал, когда учился еще в школе. И был еще юным совсем пареньком. И она мне так вот тоже как-то говорил. На детские мои, так сказать, гормоны запала. И до сих пор одна из самых любимых вообще. Отличная. Да. Все кайфы. Dreamer. One Day. Sweet Freedom. Песня замечательная. И финальный вот этот Pilgrim. Тоже мега полотно. Вот такое артроковое. Но здесь кайф в чем? Здесь они все-таки отошли от этих своих волшебных посиделок у Камелька. И стали играть рок-н-ролл настоящий. Но рок-н-ролл с большой буквы. То есть, стали играть рок-музыку. Стали рок-группой. Хотя, вот эти артроковые штуки все остались. Но все-таки они... Не знаю, как сказать. Не то чтобы более попсовые. Не то чтобы более понятные. Более цельные, наверное. Более цельное звучание. Цельное такое ощущение именно рок-группы появилось. При этом невероятной красоты, конечно, мелодии. Невероятной красоты песни. И я думал, знаешь, о чем? Почему? Вот так она... Почему Хенсли так боготворим в нашей стране? И Юрая Хип в том числе. Она, в отличие от Дипеопа, в отличие от массы тяжелых групп, она минорная все-таки. У Хенсли мелодика тяготеет к минорной гармонии. Не злая. Не агрессивная. Да. Дипеопа музыка мажорная. Вся. Забойная. Забойная, мажорная. Хотя злая, агрессивная. Но там мажорные аккорды прут. Все время. А здесь у Хенсли очень много минора. И на русскую душу, конечно, этот минор ложится. Печальный такой... Светлая грусть такая у Хенсли всегда есть. Всегда. И вот этот минор в Юрая Хип преобладает. Мне отсюда больше всего Стилен нравился в детстве. Стилен. Это типа ворующий. Но это скорее по-нашему в розыске. Take me across the water. Это, видимо, увези меня через Ла-Манш, наверное. Возьми меня к реке. Положи меня в воду. Да-да-да. Because I need some place to hide. Скрыться мне надо. I done the rancher's daughter. And I sure did hurt his pride. Трахнул дочку фермера. И ранил его... Гордость, так сказать, его это. Ну, и вот. Потом будет как... Она как продолжение. Тоже там мне еще больше нравится. Но и это прекрасно. Вот. Пока ты говоришь. Я сижу, думаю. Вот я никак из них не могу выделить какие-то... Знаешь... Вот можно выдернуть какой-нибудь. Изи Ливен. Но в целом я все равно их воспринимаю именно альбомами. Нельзя что-то выдергивать. Вот я их целиком слушаю. Одна идет... Ну... Это да. Я с этим согласен. Это же мои уже такие внутренние ощущения. То есть, песня Изи Ливен мне никогда не нравилась. Вообще. То есть... Ну... Это же как? Нравится, не нравится. Да. Почему? Не могу объяснить почему. Она... Может быть, если бы она была в другом альбоме. Там... В Innocent Victim, например. Она бы там органично очень воспринималась. А вот в таких пластинках почему-то она... Выбивается. Выбивается. С первой песни там настраиваешься. Вот это. The Wizard. Да. Да. А потом... Да. Е-мое. Давайте перевернем страничку дальше. А дальше красота опять пошла. Хорошо. Хороший. Хороший. Вот. Ну... Гарри Дэйн отвалился в силу разных причин. Потому, что... Не выдержал. Не выдержал напора. И... У него была неприятность там после Sweet Freedom. Как раз он... Его ударило током на концерте. Он... Сорвал в результате американский тур. В городе Даллас. Он получил. На сцене прямо его шарахнуло. И... Он заболел. В общем... Тур отменился. Гарри Брон был в истерике. Потому, что... Если Бронштейн вложил деньги... Будьте любезны. Бронштейн должен заработать. Будьте любезны. А тут этот идиот с бас-гитарой не смог разобраться с проводами. Не заземлил там чего-то. И... Техники, наверное, виноваты. Или он сам должен что-то... Ну, или техники виноваты. Бронштейн будет разбираться, что ли. Кто там виноват. Наберут дураков по объявлениям. С улицы набрали музыкантишков. Не могут толком тур отработать. Играйте, что хотите. Но... Деньги-то должны прийти. А тут Бронштейн оказался в пролете. В общем, неприятная была история. А Гарри Дэйн, когда подлечился от удара током, стал наркотики кушать. И... Неустойчивый. Неустойчивый. Творческий человек. Морально неустойчивый. Тонкая, творческая, ранимая душа. И был послан в жопу в результате. Со своей творческой, ранимой душой. Уже говорили, но я повторюсь. Уже когда с позиции возраста на это смотришь... А как бы ты себя повел, когда в 22-23-25 на тебя все это падает. Горы денег. Орды баб. Да. Они молодые. Это же молодые ребята. И что ты делать будешь? Молодые ребята. Молодые мужики. Устоять невозможно. И... Как бы... Не знаю. Не знаю. Меня миновала эта слава грандиозная. Я бы, наверное, умер был. Давно бы. Давно бы. Есть мужественные ребята среди моих знакомых и друзей, которые прошли эту славу с огромными потерями. Конечно. С огромными потерями просто. И я могу сказать тем, кто сейчас начинает играть в группах и мечтает о грандиозном успехе. Медные трубы — это не пустые слова. Потому что, в общем, люди умирают и здоровье подрывают. Очень серьезно. И получают инфаркты и прочее, прочее, прочее. Это тяжело. Я не знаю ни одного из моих знакомых звезд. Их достаточно много. Нет ни одного, кто бы благополучно перенес большой успех. Ни одного. Все пострадали достаточно крепко. Конечно. По башке бьет. Достаточно крепко. В первую очередь. Бьет по башке. Это, кстати, ты знаешь, когда... На актерах очень сильно видно. Актеров все-таки больше. Что они там вот здесь себя безобразно ведет. Там себя безобразно ведет. А это получается от того, что ты тонкая творческая натура. А внезапно получается, что ты в социальной иерархии поднимаешься сильно высоко. А поскольку ты не рос среди собачьей стаи, где на инстинктах понятно, кто тут главный, а кто не главный. Ты никогда главным не был. И вдруг, когда ты становишься главным, а они тебя не слушаются по какому-то поводу, то люди постоянно впадают в истерики. Срываются. Скандалы всякие затевают. Туда-сюда. Не от того, что они такие мудаки. Хотя мудаки, конечно, тоже присутствуют в достаточных количествах. Но это серьезнейшая психологическая проблема. Оно в тебе всякое порождает. Всякое нехорошее. Я даже по себе. Вот у меня сайт. На сайте у меня комменты, в которых я 20 лет просидел. Я там царь, бог и воинский начальник. Что скажу, так и будет. Я, поскольку взрослый, по себе просто вижу. А дальше ты выходишь на улицу, а там ты говоришь, что хочешь. А ничего не будет. Хорошо, если ты умеешь отбиться и настоять на своем. А не умеешь. И как. И тебя все время рвет. Здесь у тебя какие-то обожатели. А тут пошел нахер. Ты кто? Это вот любимая. Думаю, что не знаете, кто я такой? Не знаю. Пошел нахер отсюда. Удары по психике просто невероятные. Тут один мой знакомый в фейсбуке написал... А, собственно, знакомый, замечательный писатель Шамиль Диатуллин. Я открываю фейсбук вчера. Читаю. Написал такую штуку. Я что, тварь дрожащая или правая имею? Ответ. Тварь. Спасибо. Извините. В общем, молодому тяжело. Преодолеть это крайне непросто. Да. Но я немножко забежал вперед с Гарри Дэйном. Потому, что тут еще «Командер Волт» вышла. Да. Которую все не любят почему-то. Ну... Все не любят. А я люблю как-то. Я не знаю. Она... Она не такая. Она без выпендрежа. Вот что отличает этот альбом от всех предыдущих. Она совершенно без выпендрежа. Она по-честному сыграна рок-группой, которая играет рок-музыку. И абсолютно крепкие, хорошие, слушабельные, не раздражающие, а приносящие удовольствие песни. Да. То есть, такой... С одной стороны, какой-то такой развлекательный альбом. Но он не ля-ля-ля, а ля-ля, а усю-сю такой развлекательный. А крепкий такой тяжелый рок. Хороший, мелодичный. Придраться не к чему вообще. Как бы такой звезд с неба не хватает. Но... Когда хочется послушать хорошую, кайфовую музыку. Я ставлю Ван дер Волт. Тут у меня любимая. Дримс. Да. Есть такая. Хорошая пластинка. Почему-то ее не любят. Не знаю. Критики ее ненавидят вообще. Что это все. Это закат. Это неинтересно. Слушатели тоже. Другая. А я учился в десятом классе и с удовольствием слушал. Аналогично. Аналогично. Переписывал. Там ходил с магнитофоном маяк. И дома наслаждался. Мистер Ван дер Волт. Наслаждался этой прекрасной музыкой. Ну... Все тогда еще. Помнишь? Все на платформах. Это были страшно модные башмаки. На огромных подметках. С высоченными каблуками. У меня тоже такие были. Правда у меня были остроносцы. У меня были тоже. С платформой. Конечно. Хорошо. Брюки клеш. Что характерно. Ой, красота. У меня есть... Тогда еще можно было расстегивать рубашки. Сейчас это будет воспринято... Чистейшее пидорастие. Это закос под Роберта Планта. Конечно. Здесь в чистом виде. Потому, что... Как Юра и Хип не пытались стать группой номер один. И они косились на Лет-Зеппелина все время. Потому, что Лет-Зеппелин были уже... Кто ж на них не косился. Уже боги. Да. И вот этот закос под Планта, конечно, тут в полный раз присутствует. Ну, и вот штука, которую... Опять-таки те самые критики считают едва ли не лучшим альбомом Юра и Хип. Не знаю, насколько он... У каждого свой лучший альбом Юра и Хип. На самом деле. А у некоторых по нескольку. Очень хорошая... Критиков можно просто послушать. Критиков можно простить. Они зарабатывают деньги. И им это все... Да нет. Там... Это как с кино. Мы с тобой тоже вроде обсуждали. Что критики это люди в кино. Они безумно насмотренные. Безумно. Ну, это как это. Знаешь, ты кино смотришь и сразу понимаешь... И им уже скучно. Что будет дальше. Потому, что все это по единому шаблону следует. Херня какая-то. А ты, подросток, увидел это в первый раз. У тебя душевный шок и трепет. Какой-нибудь... Безумный Макс с Мелом Гипсом. Помнишь? Войн дороги. Трэш. Натуральный. А-а-а! Юнхурты все смотрели. Как круто. Как круто. А вы говорите трэш. Нет. Критиков можно просто послушать. Ознакомиться с мнением. Return to Fantasy. Блин. Ну, тут за одну песню можно купить сразу. Да. Такое полотно. И деньги будут потрачены не зря. Одна песня стоит всего альбома. Хотя, альбом очень хороший тоже в целом. Очень крутой. Но тут... Я не знаю. Тут... Кончилось что-то... Кончилось подростковое рвение. Подростковое горение какое-то. Оно ушло. И группа настолько стала уже крепкой, профессиональной, взрослой. С одной стороны, это круто. Это все читается. То есть, тут уже все. Никаких ожиданий неожиданных каких-то таких царапок. Которые кого-то могут раздражать. Кому-то, наоборот, нравится. Как неожиданно сделано. Какой тут... Находка. Да. Находка какая. Никаких находок вообще. Откровенный такой крутейший музыкальный удар от суперпрофессионалов. Все. Вот это суперпрофи просто работают. И ничего. С одной стороны, круто. С другой стороны, что-то не хватает какого-то дыхания молодежного. Ну, это опять-таки мои такие уже сумасшедшие требования. Но все равно круто. Очень круто. Очень круто. Очень круто. Очень, да. Одна песня стоит всего альбома. Очень удачный альбом. Ну, и опять-таки тут один из самых моих любимых, наверное, музыкантов в рок-музыке, которых человек сто, я могу назвать своих самых любимых. Джон Уэттон пришел, бас-гитарист. Который играл много где. В том числе и Кинг Римсон. В том числе и Рокси Мьюзик. В том числе суперская группа. Невероятная. Которую как-нибудь я принесу тоже в виде пластинок. Это Фэмили. Убойная совершенно команда. Вообще убойная. Вообще невероятная. То есть, способности как инструменталиста никаких сомнений не вызывают. И как вокалиста. И как инструменталиста. И как композитора. И как аранжировщика. И как такого крепкого, полнеющего, добродушного мужика. Игра вокруг. Который является... Вот как я говорил про Олега Валинского. Который в группе Кино являлся таким центром. Как бы... Я говорю... Мы с тобой обсуждали, по-моему? Или нет? Нет. Мы другое про него обсуждали. Мы карьеру... В первом составе... Да. Это я интервью давал. Два дня назад. В первом составе группы Кино играл у нас Олег Валинский на Ударных. Который сейчас стал большим человеком. Он и тогда был большим человеком внешне. А сейчас он стал большим человеком вообще. Вот. И он был таким... Сильным, крепким папой. Вокруг которого мы с Виктором Робертовичем себя чувствовали комфортно. Защищенно во всех смыслах. И спокойно. Вот. И Джон Вэттон являлся таким же человеком, который как бы становился ядром коллектива. То есть, музыкантишки все ругаются, ссорятся, бьют морды друг другу. Один кушает наркотики, другой виски. Какие-то проблемы. Приходит папа. Всех успокаивает. Ребята, давайте заниматься. Ну, да. Хорошо. Хорошо. Это важно, когда в коллективе такое есть. Да. И вот Вэттон таким и оказался как раз парнем. При том, что великолепнейший музыкант. Великолепнейший мультиинструменталист. Хотя бас-гитарист тоже считается. Ну, играл на бас-гитаре. Везде. Во всех упомянутых мной группах. Но оказался летуном страшным. Да. Потому, что мы насчитали что? Рокси Мюзик, Фэмили, Кинг Кримсом. Еще была такая группа Могул Трэш. Которая у меня тоже есть. Тоже с участием в этом. Джаз роковая. Ну, потом Юрая Хиб. Потом опять пошел Брайан Ферри. Потом пошла группа Азия. Потом масса сольных уже разных альбомов. То есть, уже восемь я насчитал. И наверняка еще половину мы не знаем из того, что... Где он отметился. Из того, что происходило с Вэттоном. Но тем не менее... Пластинка тоже. Которую... Не буду ее раскрывать. High and mighty. Тоже с участием Вэттона. Загадка. Что это такое? Где Вэттон еще и поет вовсю просто. Вовсю. Чуть... Не скажу, что в половине песен. Но... Так достаточно крепко поет. Узнаваемо и много. И... В общем... Едва ли не лучше Байрона. На самом деле. Который уже тут стал куролесить по полной схеме. Weeping Silence. Оу. Хенсли Вэттон. Да. Отличное. Вообще. Очень хороший альбом, который... Про которого много всяких историй. Не историй, а критических замечаний. Что он не очень хорошо продавался. Не очень хорошо его раскручивали. Потому, что Брон... Уже... Я хотел сказать, честно говоря. Я с ним не знаком. С Броном не был. И даже близко с ним не стоял рядом. С Хенсли только стоял. Вот. Брон как-то перестал особенно крепко заниматься группой. И... Как-то альбом так... Ну, не занимался этой пластинкой, короче говоря. Не шибко ее пристраивал куда-то там. Мол, само пойдет уже. Столько выпускал Юра Яхипов. Что... Уже паровоз должен сам все тянуть. Что ими заниматься. И так все знают. И так все любят. Уже... Сами купят. А сами как-то не очень покупали. Потому, что... Во-первых, здесь нет никаких уже демонов и визардов. И никакого такого артрока уже здесь нет. Даже близко. Здесь просто такие роковые песни. Дико мелодичные. Тот же самый минор. Который мы все любим. Размышлительный. Такой печальный вокал Веттона. Который печальней в тысячу раз, чем Байрон и Хенсли вместе взяты. Веттон всегда вообще... Любые его записи послушать. Это один из самых грустных голосов мира. Вообще. Такой баритон. Все пропало, шеф. Все пропало, да. И как-то пластинка считается легковесная какая-то она такая. Это не Раяхип. Это какая-то просто уже там ля-ля-ля. А Хенсли сказал про нее мне лично, что когда я лечу в самолете, я беру с собой в каком-нибудь девайсе High and Mighty. Это единственная пластинка, которую я слушаю в дороге. Круто. Так что имейте в виду про High and Mighty. Важный момент. Про Кен и Хенсли. Как-то раз улетал я из аэропорта Домодедово. Улетать надо было утром. Поэтому надо было заночевать рядом. Я поселился в гостинице рядышком возле аэропорта. И пошел вечером пожрать перед отбоем. Пришел в кабак. Сел спиной ко всем. Сижу. А сзади за мной за стол садятся три человека. Два мужика, одна женщина. Мужик англичанин. Ну, и они там беседуют про концерт какой-то. Ну, я сижу, уши грею. Чего вы там такое говорите? А тетка, значит, зовет официантку. Говорит, девушка, девушка. Та подошла, значит, официантка. Она ей что-то сказала. А англичанин говорит, а как ты ее позвала? Она говорит, ну, девушка. Герл. Как? Это, ну, по-нашему... То есть, если для них девушка, то это по-нашему будет... Слышишь? Девка. Подь сюды. То есть, вот это оскорбительно. Как? Герл. Я думаю, кто это там такой? Поворачиваюсь. А это, значит, Хенсли сидит. Ну, я... Сказать, что обалдел. Ничего не сказать. Ну, ты... Опять-таки для нынешних поколений не понять. Для нас это были, ну, примерно, как боги. Не в том смысле, что они там... Божественная сила. Но ты никогда в жизни их не увидишь. И вообще такого просто не может быть. Вот. Смотрю... Хенсли. Во! Во! И тут он, значит, это... Где тут? Попудрить можно. И ушел в сортир. Я встал. Подхожу. И мужик остался. И тетка ушла. И остался мужик один. И говорю, извините. Это Кен Хенсли. А мужик такой, вытаращив глаза. Дмитрий Юрьевич, это вы? Угар был. Полный угар. В общем, я тоже Кен Хенсли видел живьем. А второй раз видел... У нас есть, знаешь, на Садовой какой-то хард-рок кафе. Да. Он приехал там выступить. Я побежал. Какое-то странное заведение. Там ребра очень вкусные. Свинячие. Это на Невском, да? На Садовой. На Садовой. Где-то возле... Как его? Майорова. Как он там? Вознесенский. Я там не был. Ну, там как гостиный двор. Похоже. Вот. А он какой-то кишкой такой длинный. Я пришел, денег заплатил. Меня посадили. А Хенсли в коридоре за углом играет. А тут у вас телевизор висит. Можете смотреть его по телевизору. Блин, какое-то издевательство вообще. Ну, дедушка уже старенький был. Так. Он только клавишные у него там песенки пел. Но все равно приятно. И еще один момент. Песня... То есть, когда-то давно у нас у всех были тетрадочки. Да. И мы в тетрадочке старательно переписывали название песен, тексты. Все это там пытались перевести. Ну, как и сейчас. Дети, когда они меня в переводах поправляют, они мне все время сообщают, что я смотрел в словаре. И вот это слово переводится не так. Объяснить детям, что переводят не слова, а смыслы, в общем-то, невозможно. Дети... Ну, понятно. То есть, сам дурак. Видишь, у тебя слово неправильно переведено. Вот тогда упражнялись. И это... Вот первая песня на второй стороне. Называется... Can't keep a good bend down. Хорошую команду не спрячешь. Как шило в мешке не утаишь. Что талант он прорежется. Это у моего друга Шурика было переведено, как... Бандитская пушка будет сегодня стрелять по Богу. Где вы это брали? Как вы такое придумываете? Бандитская пушка. Это, видимо, вот это... Это очень кайфовое название, на самом деле. Надо запомнить. Отличный. Ну, ничего. Поехали дальше. И Whipping Silence. Гениально. Да. Жалостливая такая. Господин вокалист был уволен из коллектива за безобразное свое пьянство. И кто-то... А, Микбокс говорил. Я недавно прочитал, что... Причем очень странную фразу сказал Микбокс. Говорит, что... Совершенно терпимо, когда на концерте пьян барабанщик. Ну, или гитарист. Что, на мой взгляд, вообще невероятно. Когда барабанщик пьян, то вообще ничего не будет. Вообще. Музыка стоп. Сразу. Но Микбокс сказал, что когда барабанщик пьян, или гитарист, или басист, что тоже невероятно. Это ничего. Но когда вокалист пьян, это невыносимо. На мой взгляд, совершенно все наоборот. Главное, чтобы ритм-секция была трезвая и работала. И гитарист играл. И тогда будет музыка. А вокалист пьян, что хочет, делает. Микбокс сказал, что это невыносимо. А Микбокс сам, кстати, отличался. Он любитель выпить был. Он однажды упал со сцены в туре. Знаешь эту историю? Сломал две руки. Во время концерта. Упал со сцены, сломал обе руки. Вот это приключение. Будет о чем вспомнить на свалке. Вылез на сцену, доиграл концерт. Монстр. И потом доработал тур. С двумя сломанными руками на уколах. Каждый раз. Ну, как бы... Монстр. Вот это ответственность. Вот это я понимаю. И перед братвой, и перед музыкой. Парень знает толк в выпивке. Но даже он не выдержал Байрона. Был уволен, да. И с большим удивлением я узнал, что на место вокалиста претендовал... То есть, не претендовал, а группа рассматривала Ковердейла. Моего любимого, как ты знаешь. Да, да, да. Это был бы кошмар. Для меня бы это был удар просто под дых. Здрасте, посрамши. Уж кого-кого. Не ждали. Но он же вообще не похож. То есть, не в стиль абсолютно. Он не похож на Юрая Хип. Никак. Никаким местом. Никаким местом. То есть, когда под планто косил, там хоть волосатость. Да. И рассматривалась также фигура, о чем я не знал раньше. Даже недавно я прочитал. Рассматривалась фигура Яна Хантера. Из группы. Которую я упоминаю каждый раз, когда сюда прихожу. Мод де Хуппл. Очень хороший музыкант. Прекрасный автор. Но как вокалист для Юрая Хипп я не уверен, что он бы потянул вообще. Потому, что он очень хорошо поет. Но у него все-таки диапазон не такой. Он очень кайфовый. Мод де Хуппл принесу. Поговорим. Очень большого кайфа группа. Но ни Ковердейл, ни Хантер. Слава богу, не попали в коллектив. А попал парень, который работал в Германии. Вообще, с Германией очень плотная связь у Юрая Хипп. Потому, что Хенсли помимо Готтс, помимо Toe Fett, он достаточно много работал в Германии. Играл с музыкантами группы Вирус. Немецкой. Про которую мы будем упоминать в разговоре о крауд-роке. И даже выпустил пластинку, которая называется Weed. Она Weed. Хенсли с немецкими музыкантами. Трава. Ну, вероятно, да. Я не знаю переводы. Weed. Трава. У него с Германией очень крепкие... В Германии были пущены корни у Хенсли. Этот самый Weed. У меня была пластинка. Я ее слушал. Ничего интересного в ней нет. Хенсли играет и поет. Все. Ну, как-то песни такие... Группа Вирус интереснее сама по себе. Возможно, сложившийся коллектив. Где невозможно было свои дарования проявить. Выпячивать. Это был собран под него. Как раз был коллектив. Но группа Вирус сама по себе. Которая две пластинки выпустила. Она интереснее намного. Тоже я ее принесу. Германия, она же как это. Как его. То есть, Британия, она, во-первых, относительно небольшая. А самое главное, что там очень мало площадок было. Где можно было собрать много народу. Но там зато все переиграли. Где? От чего... Начиная от Битлз. От чего все хотели в Америку? Страшно богатая страна. Огромные помещения. Все эти Мэдисон-сквер-гардены, стадионы и прочее. И прочее. Все стремились на заработки. А кто не мог в Америку? Те в Германию. Те в Германию. Потому, что в Германии в Гамбургах там и прочее. Там гастроль просто непрерывная была. Они там деньги зарабатывали. А в Германии была такая замечательная группа. Под названием Люциферс Френд. Вот она. Я почему-то все время думал, что она просто Люцифер называется. Друг Люцифера. Да. Люциферс Френд. Где пел прекрасный певец под названием... По фамилии. Каким? По фамилии под названием Джон Лотон. Лотон, да. Да. И надо мной в комментарии кто-то похихикал. По фоткам не опознать. Когда я назвал его лучшим голосом Европы. Ну, он очень крут. Очень. Он и был лучшим голосом в Европе. Потому, что какие-то там проходили конкурсы. Какие-то опросы в музыкальных журналах. Значит, кто там у нас номер один, кто номер пять. И большинством голосов был признан Лотон в Европе. Как вокалист. Хочется задать вопрос. Вы каким местом слушаете, если не понимаете? Ну, кого взять на замену вот так воющему... В хорошем смысле Байрону. Вот кого? А Лотон это такая золотая... Чтобы он не выпал. Это такая золотая глотка. И достаточно послушно. Вот первая Люциферс Френд. У меня есть вот эта пластинка. Она такая прогроковая. Совсем прогроковая. А совсем-совсем прогроковая. Совсем-совсем фьюжн. С невероятным просто пением Лотона. Это пластинка по названию банкет. Люциферс Френд. Вот если вы увидите где-нибудь этот самый банкет. Найди в интернете. Кстати. Послушай банкет. Я не слушал. Это вообще... Это просто... Все сомнения относительно голоса Лотона сразу уходят далеко. Потому, что это золотой... Это то, что называется золотой голос. Золотая чаша. Золотая. Вот это вот. Там просто вот это... Какое-то божественное сверкание такое. Прямо... Я не знаю, с кем его сравнить. Уж точно не с Квердейлом. Уж точно. Абсолютно. Уж точно. Абсолютно. Ничего общего нет. Хорошо, что Квердейл его не взяли. Ой, хорошо. Займал. Все вздохнули с облегчением. Ну, Лотон... Банкет. Это все. Ну, и пошли уже пластинки, соответственно... С этим самым Лотоном. Обложка похожа на Машишинс Бёрзли. Похожа, да. Но музыка не похожа. Абсолютно. Музыка уже совсем не похожа. Файерфлай. Огненная муха. То есть, по-русски светлячок. Огненная муха лучше звучит. Это хорошее название для рок-группы. У них как-то странно. Баттерфляй. Масляная муха. Это почему-то бабочка. Баттерфляй. Это вот он. Залысенный. Серьезный. Тут начинается с безусловнейшего хита под названием Хэнген-три. Хэнген-три это виселица. На всякий случай. Как... Опять-таки... Я в машине ее слушаю постоянно. Вот она у меня просто мега-хит. Красавчики. Просто красавчики. Да. Ну, парень, вокруг которого группировалось все. И который всех успокаивал. И, казалось бы, был таким центром притяжения под названием Джон Вэттон. Он отвалил. Неожиданно. Я говорю, Летун. Человек, который долго нигде не задерживался. Никогда. Это же этот... Тревор Болдер. Это я впервые увидел имя Тревор. Он постоянно фигурирует в GTA. Если ты играешь в компьютерную игру, там тоже негодяй. Тревор, блин. Редкое имя. А Болдер, он играл с Дэвидом Боуи, моим любимым. В группе Spiders of Mars. Да. И играл очень хорошо. И вписался в группу прекрасно. Потому, что его манера... Вот этот многонотный бас. Бас, который играет не функцию, а все время играет соло где-то сзади. Вообще все альбомы в отношении баса, они, мне кажется, похожими. Хотя совершенно разные басисты. А вот эти партии басовые, они все очень насыщенные. Там очень много всегда нот играется в басовую. И Болдер также вписался. Абсолютно стал играть то, что он... Единственное, в это он выпадает. Как ни странно. Потому, что он как-то конкретней все время. Поконкретней. Талант. Играл. Мог свое привнестили. Меньше нот, но больше смысла. А все остальные... И вот Хэнген три. Раз. И песня под названием Sympathy. Симпатия тоже забойнейшая. Хорошая. Обожаю просто и ту, и другую. Прекрасно. Самый для меня удар, конечно, в печень и в мозг. Это вот этот альбом. Который я слушаю до сих пор. От начала до конца. С невероятным удовольствием просто. Innocent Wichting. Невинная жертва. Меня в Советском Союзе привезли в Германию. Мы его папу отправили служить в Германию. Я примчался за ним следом. Доучиваться там. Десятый класс. Там мы под Берлином жили. Там городишко Винсдорф. Где там командование группировки советских войск Германии. Группы советских войск. Вот. И там, короче, показывали три канала ФРГ. Телевизоры. Два канала ГДР. Телевизоры глушить было нельзя. Тем более на чужой, так сказать, территории. Поэтому смотреть можно было... Как это дети нынче говорят? Невозбранно. Вот. Я включил телевизор. Тут же первая песня была, которую я увидел. Это была песня под названием Free Me. С этим самым нашим красавцем. Я просто к стулу прирос, разинув рот. Небывалейшее впечатление на меня произвело. Ну, а когда слушаешь сейчас... Это вот мега попса. Исполненная и спетая такими профессионалами, что просто из ряда вон. Отличный. Весь отличный. Весь. Он весь для меня просто... Ни одной слабой песни нет вообще. Просто кайф. Иллюжен. Какая трогательная. Вот эта хенсливская такая... Хенсливская такая штука. На разрыв души. Просто девушки млеют все на танцах от нее. Это круче, чем Джулай Монин. Вообще. Она короче. Но она более такая... Гормон бурлит. Просто там... Во всех смыслах. Кипун Райдин. Флайн Хая. Баракешник такой. Потом... Такое ощущение, что они наслушались дипепл. Уже какого-то там... Следующего состава. Когда пошел фанк. Всякий разный. Вот эта песня Роллер. Расфанкованная. Рассвингованная. Такая... Чего-то Юрая Хип вообще никто не ожидал. Ну, я, например, не ожидал. Потому, что Юрая Хип это такой... Юрая Хип. А здесь такой свинг пошел. Такие синкопы. Там... Такой... Полный кайф. И... Free and Easy песня. Вот это... Для начинающих гитаристов... Это... Необходимая как раз вещь. Free and Easy. Помнишь? Да. Для любого начинающего гитариста... Это сразу надо брать и слушать. Отличный. Просто отличный. Потому, что... Потому, что начинающие гитаристы... Они... Ну, опять-таки... Гитаристы и гитаристы. Есть гитаристы, которые занимаются правильно. У педагогов. Изучают классическую гитару. И все. Там все объяснят без меня. Все правильно. А нормальные гитаристы, которые... Оцени. Сами. Которые дома начинают... Играть. Они, как правило, мало внимания обращать на правую руку. Все пытаются... Играть быстро-быстро-быстро-быстро левой. И кажется, что это все. Если ты овладеешь вот этой быстротой пальцев, то ты будешь офигенным гитаристом. На самом деле, все это не так. Потому, что музыка что такое? Это звук. Да? А звук мы чем извлекаем? Мы извлекаем правой рукой звук. Если правая рука работает плохо, как бы ты ни ползал, ничего не будет. То есть, будет каша сплошная. Будет ничего не слышно. И вот правая рука, звукоизвлечение, точность, метроном. Вот эти все штуки. Вот если нет правой руки, то до свидания сразу. Забудь. Поэтому забудьте про вот это вот все. Это все как бы дело наживное. На самом деле. Можно и зайца научить. В общем, быстро играть. Ну, это мое мнение опять-таки такое дилетантское достаточно. Хотя я там пытаюсь что-то играть тоже. А вот правая рука, когда она точно играет, когда это целые в интернете можно найти целые там многочасовые рассуждения. Как держать медиатор. Там как кончик медиатора, поглубже медиатора пускать. Там или пальцами играть. И все, и все. Атака какая. То есть, звук музыка вся рождается в правой руке, а не в левой. И вот здесь работа правой руки Мика Бокса, это эталонная штука. Потому, что он играет вот это. И вот эти все нотки одинаковые, казалось бы. Компьютеров не было. Программ не было. Они не расставлены. Приходилось руками все было. Приходилось руками все играть точно в метроном. Пытка, блин. Ничего не подвинешь. Никакую нотку не сдвинешь на миллисекунду куда-то. Все это точно. И атака у него... Когда я слушал, будучи в школе еще, мне казалось, что он играет точно все одинаково. Ни фига не одинаково. У него разная атака на все нотки. И такая вот придается блюзовость. Такая вот здесь... Верхний удар посильнее, нижний послабее. И все это не случайно. А все это так и сделано, как надо. Это офигенно. Вот это соло на одной ноте. Его начинающим гитаристам слушать и понимать, насколько я бездарен. Насколько ничего не умею. Ничего. А на самом деле сыграю одну ноту точно. По времени, по ритму, по попаданию вдоль. И чуточку свинга еще добавить. Чуточку-чуточку сдвинуть. Так, что этого не слышно, но чувствуется. Такого никогда не услышишь. Потому, что если на компьютере это все расставить, то все умрет сразу. Все будет точно по метроному. Это будет мертвяк. А вот так вот сделать, чтобы было чуть-чуть в сторону. Чуть-чуть удар. Чуть-чуть громче. Чуть-чуть тише. Помнишь, когда появились электрические барабаны? Блонди, юритмиксы и прочее. Все бросились. У всех какие-то хлопающие. Как круто. Барабанщики больше не нужны. Немного времени прошло. И все это ушло нахер. Потому, что как-то там не стучи. Это неинтересно. И вообще никак. Если захочу автомат, то это какой-то редчайший случай. Для чего это надо? Живой человек? Есть отдельная музыка. Существует крафтер. Например. Но это другая, так сказать, история совсем. Это мы хотим сделать вот так. Да. Про робота. Механистично. Чтобы было. А когда играешь рок-н-ролл, когда играешь живую музыку, это все... Но это вот большая работа. Опять-таки, господа начинающие гитаристы. На цент виктум. И вперед. Это я уже практически не слышал. Ты знаешь, я практически тоже. Поэтому я тебе ее и дал. Сиська по нынешним временам недопустима. Ну, это вообще антиобложка. Запретить. Меня это все время умиляет. Что мужиков с сиськами и сосками их можно размещать. А баб с сосками нельзя. Но можно вывалить сиськи. А если вот тут чуть-чуть заштриховать, уже можно. Идиоты. Лицемеры. Как говорили. Вернулись к корням. Ну, да. Это, в общем... Известная фотка. Известная. Но тут я уже... Нет. Уже мимо меня проехала. И как? Ну, ты знаешь, мне никак. Поэтому мимо меня и проехала. Хотя все на месте вроде. Все есть, как елочные игрушки. Очень похоже на настоящие. Но не радует. Но не радует вообще. В отличие от Инноцент Виктум. Который действительно просто шедевр. Я считаю, это одна из шедевральных пластинок Юра Яхип. А это какая-то вот... Она такая же, но не настоящая. Хотя, в общем, многим нравится. Многие считают, что круто. Ну, кому как. Джерри Бронд присутствует еще. Ну, присутствует. Но уже так он как-то. Он уже... Тоже без восторга присутствовал. Он потом вообще с музыкальным бизнесом завязал. После этого всего. Видимо, денег заработал. Вложил куда-нибудь. Fallen Angel это падший ангел. Ну, пошлейшее название. На самом деле. Как-то... Как-то... Я не знаю. Все на продажу, что называется. Кабанка. Не хочу никого оскорбить. Прекрасные музыканты. Прекрасная... Прекрасная группа. Все хорошо. Но пластинка совершенно безрадостная какая-то. Прошло мимо. Повторюсь. Я ни одной песни вообще не могу тебе назвать. Ну, собственно говоря, безрадостный период и настал. Потому, что творческая... Творческий полет, так пафосно выражаясь группы, мне кажется, здесь и закончился. Потому, что пошли разборки с Хенсли, который зарабатывал больше всех денег, как автор основного массива всего написанного. Что авторские права все-таки это реальность. И деньги приходят за авторство. Многим это не нравилось. Членам группы. А как жить? Мир несправедлив. А как жить? Если ты таланты, ты это сочинил. В общем, стали отношения ухудшаться. Хенсли. Они... Конквест, по-моему, следующий альбом, от которого у меня ничего в памяти не осталось вообще. Я его слышал. У меня его нет. Я его не купил. Потому, что Fallen Angel, если я слушаю, как-то что-то где-то цепляет. Что-то все-таки. Конквест как-то совсем просто. Какой-то порожняк такой. Мим пролетел. И все. И я даже не помню, там Хенсли играл или не играл. Он же, по ходу, еще пару сольничков записал, по-моему. Так и Байрон записал сольнички. И Хенсли записал пару сольничков. Гордые слова на пыльной полке. И тоже надо сказать, что ни Байрон, ни Хенсли как-то сольнички. Ну, это мое тоже. Моя вкусовщина. Как-то они не шибко зацепили. Ну, да. Ну, музыка. Ну, поет, играет. Все на месте. Ну, как бы... Могло быть, могло не быть. Ничего в общем... С ног не сшибало. Потому, что Байрона мы любим за другое. Хенсли мы тоже любим за другое. Не за его. И, кстати, при всем пиетете, при признании заслуг Хенсли, даже и поздние его сольные выступления... Как-то они... Не знаю. Он приезжает. Он же много раз был в России. И... Что удивительно, что он действительно зарабатывал больше всех. И... Деньги достаточно любил всегда. И... Человек такой... Серьезно привык к хорошим гонорарам. В России он приезжал за какие-то смешные деньги всегда. Да. То есть... Ну, уже жизнь вот так сложилась. Вот это вот деньги. Я много общался с строителями концертов в нашем городе. Не буду называть имен, но многие талантливые исполнители из нашей молодости за пятерку баксов приезжали. За пять тысяч долларов. Ну, плюс тебе оплатили перелет, проживание и еду. Ну, кое-кто и за тысячу приезжал. Вот. Да. И, в общем, люди говорили, что на кого бы позвать. Но... Хенсли позовем всегда. Приедет, сыграет. Без вопросов. За какие-то смешные деньги действительно он приезжал. Играл. С большим удовольствием. Ему очень это нравилось. Но он выходил на сцену и играл Джулай Мунинг. Да. И все. Больше ничего не надо никому. Ну, новые песни его да. Он играет тоже. Но все ждут, все равно все ждут Джулай Мунинг. Конечно. Поэтому, да. И он ушел просто. Да. Потому, что у него свои творческие амбиции. У него свои взгляды на музыку. Ему это все стало неинтересно. И все. Он ушел. Стал слушать Хаян и Майти у себя в наушниках. В самолетах. Были же нормальные песни. Были же нормальные песни. Действительно. А нормальные песни кончились. Потому, что пошла уже совсем другая история. Которая мне, честно говоря, вообще неинтересна. Хотя. Вот эта пластинка «Абоминок», которую у нас не шибко любят люди. Я только название знаю. Да. На Западе она считалась каким-то прорывом просто группы. То есть, супер. Наконец-то Юрая Хи после своих этих самых конквестов. Своих терок. Наконец-то вдруг выдали крутейший альбом. И я понимаю, почему. Потому, что это уже пошла эпоха начала видеоклипов, начала MTV. Это чисто уже MTV-шный продукт такой пошел дальше. Вот «Абоминок». Следующие вот эти штуки. «Head first». Ну, тут какой-то... «Абоминок номер два». «Голби». Не знаю. «Абом...» Да, если ты смотри. Да, да, да. Это «Абоминок номер два». Можно сказать. Тоже самое ровно. Абсолютно та же самая музыка. Это в чистом виде MTV-шная американская такая американизированный рок. Тяжелый рок. Такой стадионная группа типа там форунеров всяких и прочих-прочих. Такая бессмысленная и беспощадная. Но очень круто сыгранная. Очень качественно сыграно. Качественно записано. Не придерешься ни к чему. Но таких групп полно просто. Я их даже не запоминаю. «Head first» это по-русски говорится «очертя голову». То есть, когда бросаться головой вперед. Я не знаю. Все эти «Пойзоны». Все эти остальные. Какие-то там «Синдереллы» и прочие. Похоже? Да. Ну, они как бы разные. Да. Но смысл-то один. Собственно. Клип на MTV в красивых позах. И стадионный концерт какой-то для тинейджеров. И вот уже бабло. И вот уже бабло. Да. И все. И, в общем, это уже такая тиражная, конечно, история. Грустно. Но группу нельзя... Ну, а чего грустно? Группу нельзя обвинять ни в чем. Потому, что это суперпрофессионалы. Это крутейшие авторы. Которые выдают каждый год по блоку песен новых. «Пойди, сочини». То есть, в молодости это легко делается. Конечно. Чем ты старше, тем сочинять труднее становится. Потому, что... Ну, не потому, что маразм. А потому, что... Вот один мой знакомый музыкант. Который работает в очень популярной группе. Всем известной. И уважаемой. И хорошей. Не буду ее называть. На всякий случай. Сказал, что... Ты знаешь, Леша. Вот с меня требуют новых песен. А я не понимаю сейчас, что я могу сказать людям в формате песни. Я не понимаю. Я много чего могу сказать в разговоре. Я много чего передумал. Много чего знаю. Много чего видел. Много чего слышал. Но, вот, в этом формате три куплета и припев. Говорит. Я не понимаю, что я в этом формате могу сказать. Это ж какая-то ерунда. Когда мне было 17, 20, 25. В формате песни я мог что-то выразить, какую-то глупость свою юношескую. А сейчас... Ну, это из тебя прет. Из тебя прет. Нет. Прет... Прет, да. Но все то, что я знаю сейчас уже про людей, про мир, про государство... Что я могу сказать в трех веселых куплетах и одном припеве? Это же смешно, как-то нелепо даже. Поэтому я сейчас практически ничего не пишу, потому что писать какие-то глупости я не могу, мне не позволяет уже... Совесть. Мне кажется, оно двоякое. Во-первых, возможно, это самое главное. Во-первых, когда проходит юношеский задор, он проходит потому, что в тебе гормон больше не бурлит. То есть, тестостерон в таких количествах не вырабатывается. Я, например, сейчас сильно громкую, борзую, резкую музыку я пару песен могу послушать. Дальше она меня просто утомляет. Не хочу. А вот чтобы девочки пели жалостливыми голосами, это я могу слушать бесконечно. Это явно какие-то гормональные изменения, потому что из тебя уходит агрессия. А агрессия, как и все, диалектично. С одной стороны, это нехорошо, что ты на людей бросаешься. А с другой стороны, тебе есть что сказать постоянно. Поспорить. Поспорить. Доказать свою правоту. Да. А сейчас... Это раз. А второе. Жизненный опыт. Если мозг-то есть, как там мудрость приходит с годами. Правда, как правило, годы приходят одни. Но если мудрость пришла, а действительно сказать нечего. А самое главное, а зачем? Не то, что нечего, а зачем? Отсутствие этого зачем? Зачем я буду спорить с кем-то? Идите нахер. Да. Поэтому... А люди, которые каждый год блог выдает песен, это мастера такие. Конечно. Уважение вызывают. Во всяком случае. Другое дело, что мне это не нравится. Музыка вся. Она мне скучна. Потому, что она похожа один альбом на другой абсолютно. Как Воробей. Видел одного. Считай, что видел всех. Да. Да. Все неправильно. Вот. И, в общем, на мой взгляд, Юрахип там закончился уже. Перед Конквестом. То есть, Конквест... Такая роковая вещь. Ушел Хенсли. И все. Пошел американский. Абсолютно... Это тоже важнейший момент. На мой взгляд, в развале групп... Я уже не помню, говорили мы с тобой про это или не говорили. Когда разваливаются наши любимцы. Ну, типа там Битлз, например. Ну, сразу понятно. Какие песни сочинял Маккартни. Какие песни сочинял Леннон. Кто дальше что делает. И вот Харрисон. А вот Ринго Старр. Самый скромный парень. Так сказать. Ну, тоже что-то сочинял. А вот какой-нибудь Лед Зеппелен. А вот что у Планта. А вот что у Пейджа. А вот какой-нибудь Пинк Флойд. Что там у Уотерса. А что у Гилмора. И все время получается... Да-да-да. Безусловно, есть какой-то... Вот типа Хенсли. Есть какой-то мегаталант. Но! Вот такое вы можете делать только вместе. И Ринго Старр, который ничего не сочинил. Он нужен. Потому, что без него у вас ни хера не получается. Мы творческий процесс изнутри не видим. Но когда вот коллектив. И там такой хитрый сплав получается. И в результате вот этот сплав дает такое. А поодиночке нет. Парни. Оно не такое. Набери вокруг себя десять гениев. А вот этих нет. И получается не так. Да-да-да. Ну, и Пластинок масса вышла у Юрая Хит. Очень смешная вещь. Вот это вот. Celebration. Где они записали старые песни хитовые. Самые главные. В новом составе. Обалдеть. Я такой даже не слышал. Дайте срочно взглянуть. Записали в этом самом новом составе. Обалдеть. И как? А я могу рассказать как. Кто такой Фил Лэнзом? Берни Шоу. Я ходил. Они к нам приезжали. Я пошел. После этого я перестал ходить на концерты. Я видел один концерт. Такое порно. Ну, вы что вообще? Ну, нельзя. Вот какой-нибудь Стив Морс. Который, в моем понимании, играет местами получше, чем Блэк Морс. Вот где песни Блэк Морс. Он в другой технике. Совсем. Он современный гитарист. Блэк Морс все-таки в старинной... Да-да. Но он наяривает. Вот там все как надо. Какой-нибудь хайвей старт. Все как надо. Не выпендривается. Себя никак не обозначает. Вот так вот надо эту песню играть. Я ее так играю. Где его? Там совсем другое. Но оно же другое. Ну, ты ж не Байрон. Вообще никаким боком. Лоутон, он не Байрон. А зато он петь умеет еще лучше, чем Байрон. А этот вообще никакой. Не знаю. Я был страшно разочарован. Нет. Он хороший. Почему? Он профессиональный певец. Хороший. Безусловно. Но другой. Но так это все... То есть, искренние тонкие песни, осмысленные, превращены в какие-то коммерческие конфетки, абсолютно лишенные смысла всякого. Надо послушать. Как он поет Джулай Монин. Там ухохочешься. То есть, он показывает свой голос. Сразу представляешь его в паучьих позах каких-то на сцене. Какой второй Ковердейл. Еще и хуже просто. Понабрался. И вот он себя демонстрирует. Бернишоу здесь. Не хочу обидеть никого. Опять-таки, хотя обижаю. Это мое впечатление от пластинки. Все хиты собраны. Да, как говорится, от тех же щей только гущевлей, видимо, получается. Да-да. И вот такие какие-то красоты. Меняет мелодию где-то немножко. То есть, формально мелодия сохраняется, но она меняет немножко. Негодяй. Причем не от того, что он не может ее спеть. Он прекрасно ее может спеть, а ему кажется, так будет лучше. Вот так красивее немножко. Там в полутона уйти где-то, усложнить ее немножко. Зачем-то непонятно. Лишние звуки какие-то добавить. Типа... Неожиданно. А это лишний раз пропеть. Еще пропеть немножко. Чуть-чуть. 40 лет рока. То есть, это парни уже, так сказать, подводят итоги. В общем, они попытались чуть-чуть улучшить то, что было и так хорошо. Но как выяснилось, что лучший враг хорошего. Конечно. Хотя многим нравится тем, кто не слышал ранние пластинки. Я не слышал. Надо послушать. Надо немедленно послушать. Но вот молодежь, которая ранние пластинки не слышала, может быть, им это нравится. На мой взгляд, это ужас. Потому, что какое-никакое, все-таки это искусство. Юра Ахип. Все-таки Хенсли, Бокс и все остальные занимались искусством. Они делали от души кайфовые вещи, которые их самих волновали и трогали. А это чисто коммерческий продукт такой. Чисто. Причем он назойливо коммерческий. Такой улучшенный, красивый. Такой джулаймонин. Такой сейчас мы вам сыграем. Такой как надо. Так не надо. Ну, и вот самый, конечно, апогей этого всего. Пластин, который мне нравится, на самом деле. Аутсайдер. Это у нас 2014 год. Но это в чистом виде американский такой тяжелый рок. Ни зверский, ни металл. Такой с этим самым... С хрипением и кровью. А тяжелый, современный, моторный, американский рок. Такой для всех. Который всем понравится. И так я, в общем, с удовольствием его слушаю. Иногда раз в два года. Но это уже, конечно, не тот Юра Яхип совсем, который... Даже построенный, видишь, мигбокс посередине. Он там главный, совершенно очевидно. Ну, он, в общем, главный, да. Конечно, он главный. Он замечательный гитарист, замечательный музыкант. Автор. И шоумен. И как угодно. У него манера, которую ни с кем не спутаешь. Свой звук, который ни с кем не спутаешь. Это самое главное для музыканта. Потому, что музыкантов хороших мы говорили. Музыкантов в консерватории каждый год выпускают сотни прекрасных гитаристов. Которые сыграют все, что хочешь. В любой ресторан. Приди в хороший. Прекрасный исполнитель. Там стоят такие монстры на сцене. Которые все тебе сыграют. Безо всяких суток монстров. Специально обученные. Умелые. Я бы даже сказал талантливые. Но только в исполнительстве. А сочинить что-нибудь и забацать... Корпоративные группы. Такие. Я такие видел. Таких музыкантов на сцене. И певцов. В том числе. На корпоративах. Которые выступают. Приходит группа. Компания платит деньги. Они все, что хочешь, тебе сыграют. Любую песню. Начиная от группы Браво. Заканчивая Вайтснейком. Пожалуйста. Заплатишь спляшу. Боярин, ты напой. А мы подхватим. Заплатишь спляшу на капоте. Это называется. Как таксисты говорят. Ну, это вот такая история. Все когда-то проходит. Но это работа. Это музыканты. Они же ничего больше не умеют. И не хотят. Им нравится это. А это самое главное. Если нравится играть... И хорошо. И пусть играет. Обвинять его в чем-то... Это глупо и смешно. Обвинять в том, что мне ваша музыка не нравится. Ну, не слушай. Ну, не слушай. Не слушай. Другим нравится. Музыкант играет. И все... Особенно с появлением интернета. Там все время ко мне бегут люди. И сам ты меня раздражаешь. И то, что ты делаешь не нравится. И то, что ты говоришь не нравится. Дорогой. Зачем ты сюда пришел? Жизнь короткая. Я не хожу туда, где мне не нравится. И нравится. Вообще. Я хожу туда, где мне интересно. И нравится. Че ты, блин? Я приводил, по-моему, фразу Дэвида Болви. Который сказал... Какому-то журналисту. Он сказал, что... Я очень рад, что моя музыка вам не нравится. Я не для вас ее писал. Ну, видимо, рано или поздно все приходят к одним и тем же выводам. Ну, что, парни сочинили несколько гениальных альбомов, на мой взгляд. Да даже если одну песню... Большинство одной песни сочинить не может. Я чисто от души благодарен всегда, что такое здоровское когда-то вышло. Такое влияние на эмоциональное состояние кусок жизни натурально. Нет. Эта группа, наше поколение, во всяком случае, она произвела... Не хочется говорить. Это неизгладимое впечатление. Своими очень удачными альбомами. Очень удачные альбомы. И то, что... Вот ты сказал, что музыкант играет. А это, блин, я тебе доложу. Я всю сознательную жизнь, большую часть, я на работу ходил строго зарабатывать деньги. Чисто рационально, блин. Я четко понимал, что если я пойду на инженера учиться... А потерянное время и зарплата в 120 рублей. Я не пойду. Я пойду грузовики водить. Там денег гораздо больше. Умение в течение полугода получается. А дальше только зарабатывать. А тут я токарем, а здесь я слесарем. Я все время ходил зарабатывать деньги. Я не могу тебе сказать, что мне это нравилось. Я, конечно, пытался во все вникнуть. Полюбить это дело. Но это было зарабатывание денег. И только к 40 годам в жизни получилась возможность заниматься тем, чем я хочу. То, что мне доставляет удовольствие. А за это мне еще платят деньги. И в этом случае получается... А мне вообще неинтересно, сколько платят. Если я с этого жить могу, то я считаю, что вопрос уже закрыт. И это, в моем понимании, очень большая жизненная удача. Что ты смог найти то, что тебе нравится. Тебе за это еще и платят. Вот за это и выпьем. Да. За парней. Продолжают бомбить, кто не помер. И нас радовать. Молодцы. Спасибо, Алексей. Спасибо, Дима. Опять бальзам на сердце. Спасибо. Всем пока. На сегодня все. Приходите еще. Пока. На сегодня все. Приходите еще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок